Друзья, всем привет! Вы на канале Лекарь ТВ. Сегодня у нас рубрика Росомаха ведение. В этом видео я покажу вам все три модели вездеходов Росомаха. Всю линейку мы будем ее тестировать, будем говорить о ней, будем ее испытывать. Всем приятного просмотра. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, как, ребята, вы видите, да, как нам приходится работать. Видите, да, где мы находимся? Мы снимаем в болоте, ребята. Одни операторы умные. Попога ходят. Друзья, начнем с самого маленького. Коротко о Росомахе Стандарт. Значит, Росомаха, вездеход, снегоболотоход, имеет паспорт самоходной машины. Производится на Тюменском заводе вездеходной техники в городе Тюмени, естественно. Значит, начинается цена вот у этого малыша от 770 тысяч рублей в базовой комплектации. Это Росомаха Стандарт. Она идет с двигателем 1,5 литра. Модель 1NZ FE 109 лошадиных сил от компании Toyota. Коробка здесь тоже автомат. Четырехступенчатый Toyota. Мосты на данной версии установлены от внедорожника Suzuki Jimmy. Колеса у нас в базовой комплектации идут Урал-Абдирыши размером где-то 1100 на 530 в зависимости от высоты ширины протектора. Значит, вездеход плавающий, имеет положительную плавучесть. Масса вездехода порядка 650-750 килограммов. Это, естественно, зависит от комплектации. От лебедки, если вы заказываете, от багажников передних, задних, от блокировок. В базовой версии предоставлена заводом заварка, так называемая, заваренный дифференциал. Но мы можем поставить по вашему желанию очень надежную блокировку, которая себя зарекомендовала уже давно. Это от компании Иштехно. 100% так называемый самоблок. Следующая модель, значит, это Росомаха Экстрим. Модель имеет такой же двигатель 1NZFE 1,5 литра от компании Toyota, 109 лошадиных сил. Мосты здесь установлены наиболее надежные, так сказать, поскольку колеса намного больше. Мосты Toyota Land Cruiser 78 очень надежные, с колоссальным уже проверенным запасом прочности. Колеса от компании Авторос уже в заводском исполнении размером 1200 на 600. Колеса во всей линейке Росомах являются колесами низкого давления. Значит, данный снегобалотоход Росомаха Экстрим имеет чуть выше плавучесть, поскольку размер колеса, сами видите, отличается от Росомахи Стандарт в несколько раз. Цена данного вездехода Росомаха Экстрим начинается от 1 миллиона 20 тысяч рублей. И, естественно, идет в гору. В базовой комплектации установлены в переднем и в заднем мосту тойотовском блокировки от компании Иштехно. Но, по желанию, по-вашему, мы можем его оснастить как электронными блокировками, так и пневмо. Вес вездехода здесь уже на порядок выше, поскольку и колеса больше, и мосты, естественно, тяжелее. У него уже увеличенная рама. Вездеход, естественно, больше размером. То есть, если мы возьмем Росомаху Стандарт, у него ширина идет 2 метра и длина 2,85. То вездеход Росомаха Экстрим на этих колесах уже идет 2,20 шириной и длиной 3,05. Здесь уже идет, по сравнению с маленьким, намного длиннее рессора. Вездеход более-менее, так сказать, мягче идет. Плюс еще дает резина, потому что, поскольку она заводская, она намного мягче, чем обдирыш. И вот эти два фактора, они придают подвеске вездехода ход более такой мягкий, так сказать. И переходим к самой эксклюзивной модели Росомаха Экстрим Плюс. Это самый большой вездеход вообще в линейке Росомах. Многие задают вопросы, поэтому это видео, ребят, для вас. Кто до сих пор не может определиться с выбором, какой же вездеход взять, маленький, большой. Я обязательно в этом видео пробегусь еще по всем и расскажу, для кого и какой бы я посоветовал, чтобы вы уже сопоставили свои цели, возможности и определились с выбором данных вездеходов. Значит, вездеход Росомаха Экстрим Плюс. Все те же надежные мосты Тойота 78-й, Крузер, Прада. Двигатель тоже Тойота, но модель двигателя здесь 1ЗЗФЕ, 140 лошадиных сил, объем 1,8 литра. Та же самая Тойота, коробка тоже автомат, 4-ступенчатый Тойота. Колеса, значит, колеса намного больше. Если вы видите вот Росомаху Экстрим, 1200 на 600 авторосовские, то здесь компания Трекл предоставила вот эти колеса. Они идут размером 1350 на 700. В базовой комплектации Росомаха Экстрим Плюс также комплектуются и в передний, и в задний мост блокировками от компании Иштехна. И точно так же мы можем вам по вашему заказу поставить либо электроблокировки, либо пневма. На данном вездеходе установлены электроблокировки. Очень хорошо они работают. Я об этом расскажу и покажу наглядно чуть позже. Значит, цена вездехода Росомаха Экстрим Плюс начинается от 1 миллиона 120 тысяч рублей. И, естественно, в гору. Это уже дополнительный свет, допустим, сумки, кофры, подогрев сидения, какие-то плюшки там в виде канистр и так далее. Естественно, добавляют цену. Вообще, в максимальной комплектации на механических блокировках цена вот этого вездехода порядка 1 миллиона 250 тысяч рублей. И если вы хотите пневмоблокировки либо электроместомеханических, нужно будет добавить к стоимости ориентировочно, я говорю, потому что меняется и курс доллара, и жизнь у нас в России. Поэтому, ну, максимум это где-то около 150 тысяч рублей. То есть в миллион где-то 400 можно взять Росомаха Экстрим Плюс на полном, так сказать, фарше. Со всеми доп-функциями, какими есть, лебедки там и так далее, кофры, сумки, канистры. Реально, это лунноход, это из всей линейки он, естественно, выигрывает. Я думаю, мы сегодня поплаваем, и вы наглядно увидите, как вообще вездеход себя ведет на плаву. Значит, размеры сразу рассказываю. Размеры у этого вездехода ширина 2,40. То есть на 20 сантиметров примерно каждая модель шире. Перевозится вездеход также в легковом прицепе. Есть у нас, вообще вся линейка вездеходов. Мы рекомендуем покупать прицепы от компании Vector. Прицеп называется LAV13D модель. У него он идет двухосевой. У него ширина 2,26. Длина 3,55. Это самый большой, так сказать, прицеп из категории B, которым можно управлять, имея категорию B. Значит, грузоподъемность прицепа, ну, так сказать, документальная меньше. Но номинальная около тонны 200. Данный вездеход весит около тонны. Поэтому допускается, допускается. И мы возим, и клиентам рекомендуем покупать эти прицепы. Потому что они, повторюсь, в B категории единственная компания, которая выпускает такие прицепы. Если те два вездехода можно будет загружать с бортами, то, перевозя Extreme Plus, нужно будет снимать борта. Оно там занимает несколько минут. У меня, кстати, видео есть на канале. Пройдите, посмотрите. О прицепах, как происходит загрузка вообще вездеходов в прицепы. Я во всем популярно, попутно, так сказать, рассказываю. То есть, посмотрев видео, вы поймете, что и как, и зачем. И как он вообще сидит на прицепе. У вездехода очень колоссальная плавучесть. Сами понимаете. То есть, 1350 на 700 колесо Трекл. Оно примерно по плавучести где-то в районе 850-900, наверное, килограммов. Ну, путем математических расчетов. Давайте возьмем минимальное значение. 850 мы умножаем на 4. Получается, что у нас там, 3400, да? То есть, данные 4 колеса в накачанном состоянии теоретически могут двигать какую-то, держать на плаву какое-то средство весом 3 тонны 400. Этот вездеход весит тонну с небольшим. Соответственно, сами понимаете, плавучесть данного вездехода, ну, завышена даже, наверное, в 3 раза запас плавучести. Ну что, переходим к небольшой покатушке, к небольшому тесту. У нас сегодня все эти 3 вездехода. Один буду катать я, а два вездехода будут катать ребята тоже, Денис с Дмитрием. Я думаю, они обязательно в этом видео в конце расскажут свои впечатления, свои, как бы, эмоции. Поделятся с вами вообще, так сказать, как обыватели, которые прокатились на росомахах вот по разным покрытиям, по разным каким-то грунтам. Вот. Переходим к тесту. Поехали. Дима, у нас сегодня первый раз вообще за рулем росомахи. Мы обязательно потом спросим у него его впечатления. Ну что, как? Сейчас еще не прокатился ты немножко. Сейчас вкатаешься потом уже. Первое ощущение, полет нормальный. Дениска, у нас уже опытный райдер. Он уже не одну росомаху обкатал, да, Денис? Не могу. Ну и что, как тебе экстрим? Да, 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 да. После маленького. После маленького, да? О, я еду на росомахе экстрим плюс. Дима у нас сегодня на росомахе стандарт. И Дениска у нас едет на росомахе экстрим на колесах автороса 1200 на 600. Чего-то универсального такого, ну, сами понимаете, не бывает. То есть примерно можно сравнить стандарта росомаху, ну, допустим, с Нилой короткой. Естественно, база маленькая, то есть его немножко подколбашивать будет. То есть если вы берете росомаху стандарты, думаете, что сейчас вы как в крузаке 200-ки будете ехать. Там по пахоте какой-то, то вы ошибаетесь. Ну, во-первых, как я и сказал уже, длина рессоры решает, естественно. Там она меньше. И вторая очередь, и одна из немаловажных, это, естественно, резина. То есть здесь заводская резина, она более мягкая, более эластичная. На Экстриме у меня стоят 1350-1700 трекл, а вот на Дениса Экстриме у него стоят авторос. На стандарте стоят у нас ураловские обдирыши. Поэтому вот эти два фактора, они решают, так сказать, по тому, будет ли болтать его. Продолжение следует... 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 Конечно, маленький стандарт у нас Росомаха Он намного помобильней, поманевренней Он и легче, и уже И короче, но Я вам скажу, что Экстрим тоже Справляется со всем этим Так Прохожу Да, есть небольшие сложности Экстрим плюс Денис, как тебе на Экстриме после маленького Вообще, вот сейчас вот здесь Сложности есть весные Есть, да? Да, есть То есть на маленьком как-то по маневреннее, да? Да, да, да Ну вот я тоже пытаюсь это объяснить То есть вот смотрите Стой, подожди Сейчас вот здесь у нас препятствия Видите, вот Кармашек, я не знаю, сколько он шириной Но я на Экстриме уже туда не зайду Мне придется уже какие-то Искать варианты объезда Я вам скажу, что я даже вон там, наверное, не пройду Вот, а маленький может проскочить вообще на ура Здесь Я, конечно, не хочу рисковать, но Так Мне, наверное, даже придется вот туда спускаться А Дима, я думаю, сможет здесь Ты попробуй, Денис, здесь спустись Зайдешь, нет? Если будет топнуть, то, мне кажется, что любой человек справится Угла хватает? Да Ну, впритык, но хватает То есть, в принципе, здесь уже ты не пройдешь, да То есть, видишь, все, мы с тобой, в принципе, в небольшом тупике Так Дим, сейчас подожди пока Сейчас мы с Денисом проедем И потом у нас Дмитрий на маленьком спустится Я думаю, вообще без всяких проблем Вот, поэтому, смотрите Всегда обзоры делаю Так сказать, не Сильно нахваливая технику Всегда рассказываю все, как есть Неудобства, конечно, есть Но вы сами понимаете Вы сами видите его размеры То есть, это Это достаточно большие Большие колесные квадроциклы Вот, Дим, ты пока не спускайся А я сейчас туда остану И ты там спокойно съедешь То есть, нам с Денисом приходится уже Немножко туго За маленьким не угнаться Но ничего Мы сейчас с вами спускаемся Вниз И нас ждет Водные процедуры Ребята, я вам скажу Даже зная крены Все на Росомаке Они первый раз едут Опа Полочки достаточно такие Внушающие Эмоции маленько это Дочкова Ребят Так, ну что у нас Все, поехали, Дим Потихонечку Сейчас вот смотрите Поскольку у нас Техника намного шире Мы с Денисом спустились Там Есть ограничения Ребят Показываю, как есть На самом деле Вот А для Вездехода Дмитрия Росомаха Стандарт Посмотрите Он во все створы Четко заходит Видите, да? Вот такая разница В принципе Она наглядная На тормозах Так потихонечку И спускайся Не торопись Главное Да, уклон, конечно Я думаю Дмитрия сейчас будут Эмоции У него есть опыт Управления Есть опыт Управления квадроциклом Но что? Глаза боятся Нормально? Но едет, да? Она едет, да Так, ну что А мы двигаемся дальше Продолжение следует... Так, у нас Росомаха Стандарт На Ураловских Обдирышах И мы Переходим К водным процедурам Переходим К водным процедурам Нас ждет Немножко болото И Естественно Вода Открытая Покажем Выход на воду И покажем Вход Так сказать С воды На поверхность На данном Вездеходе Задний дифференциал Заварен Так называемая Заварка Заварены Сателлиты Впереди Блокировки Нет То есть Передние колеса Будут там Сами по себе Жить Но Если Выход Так сказать Не садрагом А по камышу То он легко зайдет Вы сейчас Сами все увидите Я опять В фирменных Галошах Так что Пойду сейчас По болоту Сначала И потом Перейдем На воду Продолжение следует... Вездеход пока не плывет Вот вездеход идет Просто по верху А вот и утка Так У нас не много У нас Продолжение следует... Как видите Так Мы теперь В принципе За улицах На Сазе Чтобы сказать Возможно После вы У нас Ноги Всегда будут Стоять Всегда Когда плывем Ребят Идем Посмотрите Как ловучесть То есть В принципе В галошах На Задних Так сказать Подножках Пассажира У вас Ноги Всегда будут Сухие Сейчас Мы вам Покажем Именно Сейчас Мы еще Пока идем По болоту И Сейчас Буквально Он скоро Начнет Плыть Когда Переходим Уже В открытую воду Да Вообще Мы рекомендуем Плавать Только В озерах В лужах В каких-то реках Со Спокойным Течением Поскольку Вездеход Утопить Невозможно Но Его Можно Перевернуть То есть Вездеход Будет Плыть Но Кверх Колесами Такое Тоже Бывает Поэтому Друзья Всегда Если Вы плаваете То Много Газу Я никогда Не рекомендую Давать Не забывайте Что это Не лодка Это Снегобалотоход Многие 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 Клиенты Покупая Росомаху Говорят А чего Он Как-то Что-то Тихо Плывет И так Далее Это Ребята Не лодка То есть Если Вам Нужно Допустим Какой-то Открытый Участок Воды Пройти Вы На нем Легко Пройдете Вот Сейчас Будет У нас Выход Из воды Большой Зацепик Чем Мы Нажимаем Меньше На газ Тем Весь Рехот У нас Увереннее Выходит Из воды Из болот И так далее То есть Это Не та техника Которой Нужно Прямо Давать Такой Четкий Мощный Газ Как Вот Расск Это Абсолютно Тихоходная Спокойная Техника Которая Вас Везде Везет Это Росомаха Экстрим Мосты Тойота Колеса 1200 на 600 Автор У Вездехода Будет В разы В разы Еще Положительнее Плавучесть Поскольку Сами Понимаете Именно В данных Вот Водных Преградах Именно В плавании Колеса Решают Все Шморны Будет Решая Решаю У Сами Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А по какому-то следу у него, естественно, зацеп меньше, он уже более погружается в само болото глубже. Всегда старайтесь, конечно, идти по свеженькому. Но не всегда. Иногда бывает. Нужно идти прямо по колье за товарищем. Вообще вездеходы разгоняют примерно на открытой воде около пяти километров в час. Сейчас увидите, также можете посмотреть по подножкам, когда мы на спокойную воду уже выйдем, на открытую. Посмотрите ватерлинию, так сказать. У стандарта она где-то вот здесь была. Я думаю, на этой росомахе будет она намного ниже. Вот, уже выходим в воду. Также стою на задней подножке. Я рекомендую плавать именно вот так. То есть без большого газа. Только немножко слегонца нажимая на акселератор. В таком режиме эксплуатации ваш вездеход не будет закидывать водой. Он не будет крениться. И вы всегда спокойно пересекете любую водную преграду и поедете дальше. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поехали? Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы плывем с вами, но... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас мы попробуем назад еще и развернуться ДимаTorzok Конечно, Росомаха Стандарт у нас, в которой первый вездеход плавал На нем установлены Ураловские обдивы Сейчас таким агрессивной елкой С такой высокой лопаткой Поэтому, я думаю, даже по видео вы заметите Что он плыл намного... Он плыл намного быстрее То есть вот эти лопатки, они... Как шестеренка зацепляют, естественно, воду Что нельзя сказать о Росомахе Экстрим И Росомахе Экстрим Плюс Поскольку, ну, яйцевидные колеса С маленькими пешечками Ну, конечно Удивляет меня высота В самой нижней отметке воды С ума просто На нижней подножке воды нет Можно босиком ездить Нижней подшипной С ума сушится С ума сушится С ума сушится Друзья, я думаю, вы все сами видели. No comments. Ну а теперь, друзья, давайте я расскажу, кому бы какую модель я порекомендовал. Начнем с Ростомахи Стандарт. Это самый маленький в нашем классе, как вы поняли. Во-первых, его ширина 1,98 м, ну возьмем 2 метра. И длина, как я и сказал, 2,85 м. Это самый маленький, его легко перевозить в двухметровом прицепе. Даже, в принципе, можно в одноосевом. На нем очень комфортно кататься по лесу. В принципе, можно угнаться и где-то улазить наравне с обычными маленькими квадроциклами. Он, естественно, легче. Он такой драйвовый немножко зажигалочек. Кому подойдет этот вездеход? Тем людям, которые живут за городом, тем людям, кто в выходные приезжают на дачные, на садовые участки, хотят немножко покататься, подрайвовать, съездить до магазина, допустим, не знаю, в деревне, если вы приезжаете к своим родственникам, до сельского клуба, допустим, шикануть. На нем легко передвигаться по дорогам общего пользования. То есть он более маневренный, более такой поворотный, так сказать. Ну и, естественно, намного проще, как я и сказал, его перевозить. Если вы охотник, рыбак, без фанатизма, если вы живете, допустим, где-то не сильно в Сибири, не сильно где-то на севере, где прям жесткие болота, очень, кстати, подойдет вот этот протектор именно, именно колесо Абдирыш, в те районы, в которых имеется скальник. Скальник, щебень. Кто катается по, допустим, каким-то лэбкам, когда энергетические компании обезопасивают, так сказать, от пожара, его они вырубают полностью лэб, остаются вот такие вот заостренные, так сказать, насечки от ивника. Это резина именно для этого. Ураловский Абдирыш, он очень многослойный, он выдерживает эти нагрузки, ему вообще по барабану. Если вы эксплуатируете вездеход, допустим, по дорогам общего пользования, в большей части, можно поставить на него, на переднюю ось хабы, механически отключаемые, и вообще будет вам счастье. То есть вы отключили хабы, у вас Росомаха остается только на заднем мосту. Подъехали куда-то в грязь, вышли, включили, и у вас полный привод. Вот, в принципе, что еще? Вездеход двухместный, они все, вся линейка двухместная, но так или иначе, вдвоем комфортная езда, можно посадить даже, в принципе, ребенка, если без фанатизма ездить. Можно втроем с женой и с маленьким ребенком ребенка посадить на капот. Ну такая, знаете, зажигалочка. Либо тот человек, который ездит на квадроцикле и уже понимает, что он вырос из него, а эту технику в основном покупают те люди, которые выросли уже с квадроциклов, и им квадроциклетная езда становится уже неинтересной. Вот, допустим, как мы здесь сейчас плавали, вы видели, да, какую-то водную преграду нужно пройти, на нем ты спокойно прошел и едешь дальше. На квадроцикле ты уже будешь искать какие-то лазейки, где-то объезжать и так далее. В принципе, о Росомахе Стандарт все. Если есть еще какие-то вопросы, обязательно пишите свои комментарии. На все комментарии отвечу. Звоните, кто заинтересовался данным вездеходом. У нас очень много видео на канале. Смотрите, подписывайтесь. И опять утки летят. Ах, красота какая! А мы идем к Росомахе Экстрим. Так, Росомаха Экстрим. 1200 на 600 колеса, мосты Тойота. 220 ширина, он уже такой более габаритный, более, так сказать, представительский. Я его всегда сравниваю с Тойотой Ланг Крузер 200. То есть, если стандарт, он такой зажигалочка, как Нива короткая, допустим, он немножко козлит за счет того, что у него дубовая, так сказать, резина не сильно мягкая. У него укороченная рессора. Здесь рессора длиннее, колеса мягкие. За счет этого, естественно, он идет, так знаете, более вальяжно. Ну, вот именно как Крузак 200, такой вот 200-я, хорошая, добротная такая Тойота. Вот можно его так характеризовать. Естественно, плавучесть повыше. Его бы порекомендовал людям, которые уже заезжают часто в болотистую местность, которые проезжают какие-то глубокие овраги, потому что чем больше колесо, тем, сами понимаете, любой овраг пройти намного легче. Колеса, вот эти авторос, они себя давно зарекомендовали, мы их давно уже ставим на Росомахе, они очень хорошо себя чувствуют как на болоте, так и на твердых грунтах. Но не забывайте всегда держать правильное давление в шинах. Вот многие покупают экстримы на этих колесах, и потом говорят, ребята, он у меня, я вот выехал, там чуть не перевернулся, меня там начало болтать. Ребята, болото, это 0,1, 0,2, максимум 0,25. Асфальт, это намного больше 0,5. Поэтому, естественно, когда вы выходите из болот, не ленитесь, качайте колеса под твердый грунт. И точно так же, вы подъехали к водной преграде, вы понимаете, что вам нужно пройти где-то по болотам, не ленитесь, спускайте колеса, вы сразу, сразу вездеход не узнаете, он будет ехать абсолютно по-другому. Вездеход хорош, ну уже, так сказать, большим таким дядькам, большим мужикам. У него, естественно, и грузоподъемность уже будет побольше, он и сам пошире по габаритам. Очень легко тянет все прицепы. Производим также мы, кстати, к этим вездеходам «Росомаха». Еще и прицепы, они бывают двух видов. Прицепы тоже плавающие, грузоподъемность там порядка от 300, там и до тонны есть. В зависимости, какая модель прицепа будет. Вот, то есть данный вездеход, ну такой, это и есть средняя модель вездехода, то есть у него взято чего-то немножко от того, от маленького и от самого большого. Такая, можно сказать, золотая середина. На нем, в принципе, где-то уже и по лесу можно проскочить. Конечно, будет тяжелее от маленького, Ну вот, это именно такое вот сбалансированное, можно сказать, сбалансированное из трех моделей усредненное, такое проверенное, надежное качество техники. Так, «Росомаха Экстрим Плюс». Мегалютая техника. Если вы живете где-то на крайнем севере, если у вас большие водные преграды, болота, если вы таскаете какие-то груза, то есть, либо вы занимаетесь каким-то небольшим промыслом, либо вы работаете где-то на нефтянке и выполняете какие-то сложные задачи в тайге, в тундре, в согре, как ее назвать. У всех по-разному. То это, естественно, «Росомаха Экстрим Плюс». Это такая работяга, которая, в принципе, с запасом прочности мостов с размером вот таким 1350 на 700 колес доставит вас вообще хоть куда. Но никогда не забывайте, что по одному ездить опасно, потому что все равно это техника. Техника бывает ломается, бывает по разным причинам. Бывают ее ломают сами водители, бывает воздействие какой-то окружающей среды на технику, там палка, ветка, отлетело что-то и так далее. Поэтому всегда ездите как минимум по двое, по трое. Ну и, естественно, эта техника требует хотя бы иметь при себе спутниковый телефон, если вы действительно куда-то уходите далеко, а это уже было, и практика показывает, что оттуда потом тяжело как-то ее эвакуировать, и тем более куда она вас привезет, вы пешком не дойдете, потому что это будут болота, это будут топи. Техника идет хорошо, как и по ковровым болотам, проходит незаметно линзы, но также я вам хочу напомнить, не забывайте спускать колеса. Колеса, это давление в колесах, это один из самых основных показателей вашей удачной поездки, вашего удачного заезда и вашего удачного выезда. Сегодня мы плавали вот на этом водоеме, мы не заморачивались, не спускали колеса, но вам рекомендую это делать. Техника абсолютно другая, и у нее проходимость намного сразу увеличивается, в разы, и вы сами это поймете. Ну вот, в принципе, это все три вездехода, вся модельная линейка на сегодняшний день Тюменского завода вездеходной техники. Мы еще немножко покатаемся, естественно, порадуем, так сказать, ваши мониторы, гаджеты вот этими замечательными снегоболотоходами Росомаха. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте, после того, как вы приняли водные процедуры, вылезли откуда-то с болот, но у нас здесь не сильно в принципе, такое травянистая было местность, и какие кочки есть, они все как бы завязаны между собой. Не забывайте всегда чистить вездеход от разных палочек, от травы, от сухаря, потому что потом эти все вещи попадают в узлы, в агрегаты вездехода. Бывают такие случаи, сейчас я вам покажу, они бывают очень редко, но я вас хочу сразу предостеречь, то есть вот вы прокатились, поплавали, одеваете перчаточки, у кого есть, кто боится запачкаться, кто вообще в принципе боится запачкаться, им такая техника не нужна, и чистите это все дело. А что бывает? Бывает следующее, берите ногу, я покажу. Значит, смотрите, видите трава? Вот эта трава, она, как правило, бывает уже засохшая, либо, поскольку температура буксования в болоте и так далее, очень сильно сушит траву. Трава у нас сохнет, здесь вот у нас, видите, доглушитель, трава попадает, вот видите, вон там трава есть, сейчас я вам ее покажу. Вот она. Здесь ее, конечно, мало сейчас в данный момент, но она есть. Поэтому не ленитесь, всегда проверяйте, всегда вот так чистите, потому что вот сейчас выйдем с болот, эта трава сохнет. Что потом происходит, вы сами понимаете. Происходит возгорание вездехода. То есть сначала трава у вас поменяется, и потом вездеход. Да, и потом у вас нет вездехода, и вам нужно будет покупать новый. Вот так вот остановились, почистили всю эту траву. Не ленитесь, почистили. Здесь обязательно почистили, на мостах, чтобы это все не наматывалось у вас, и не тащилось. Ну и, конечно же, не затягивайте. Покатались, заехали на хорошую мойку, это все дело почистили, обязательно. Вот здесь вот все почистили, около хвостовика. Визуально сделали осмотр. Вообще, визуально осмотр желательно делать постоянно. И перед покатушкой, и во время покатушек, и после покатушек. Ну вот как-то так. Ну что, мафия, настроение огонь. Двигаем дальше. Денис у нас сейчас сел на маленький, Дима сел на экстрима. Я хочу, чтобы сейчас они наглядно вообще прокатились, почувствовали, то есть они сменили вездеходы. Хочу, чтобы Дима почувствовал разницу между маленьким и большим. И Денис с экстрима сел на стандарт. Тоже расскажет вот именно проехав полдня на том, что там будет, какие ощущения. Че? Ты еще на этом не катался? Вот видите, первые впечатления Дима говорит, я все-таки посмотрел маленький сам АТО. Сейчас буквально поднялся в горочку метров 30 и говорит, я передумал. что это сразу козлит? Это все, это уже как это, как для ребенка. Детский сад? Да, да, да. Ну, после больших. Но зато маневренность, Денис. Да, уже 2-го раз куля больше. Он разворачивается речник. Ну, давай первый. Люди, конечно, смотрят, когда едешь на Росомахе. шея поворачивается на 360 градусов. Местные деревенские байки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья! Ну вот и подошло к концу наше видео Я думаю мы сделали такой емкий, объективный, информативный обзор Показали немножко их проходимость Рассказали немножко о всей модельной линейке Но Росомаха на этом не останавливается Зайду немножко вперед, запущу такую интригу Расомаха развивается, все покатушки, все отзывы наших клиентов И в том числе отзывы ребят, которые тестят эти вездеходы, обкатывают их Завод всегда стремится сделать что-то лучшее, что-то продвинутее, что-то удобнее и надежнее И скоро в этом ряду добавятся еще два вездехода Расомаха Эксклюзивной версии, не буду заходить вперед На этом все Хотите приобрести вездеход Расомаха? Я как официальный дилер помогу вам в этом У меня заводские цены Вы можете заказать вездеход Я по вашему запросу сделаю фото, видеоотчет о его сборке Когда вездеход будет готов, по вашему же желанию я смогу его протестить Проверить как работают те или иные агрегаты Проверю комплектацию и только после этого отправлю его вам Я думаю снегоболотоход Расомаха будет вас радовать Все ссылочки в описании под видео Так, друзья, ну и настало время спросить мнение вот этих двух мужчин Они сегодня затестили все три Расомахи Я думаю, начнемте давайте с Димы Поскольку человек первый раз вообще поехал на Расомахе И ему предоставилась возможность сразу прокатиться на всех трех моделях Что, Димон, какие ощущения вообще? Что скажешь? Ну, сначала хотел поблагодарить тебя за возможность испытать эти эмоции Спасибо, Дим Вот, как бы, есть, ты знаешь, есть опыт и квадро, и эндуро есть И джипинг всякий разный, но это абсолютно техника абсолютно не сравнится ни с одним видом технику Квадроциклет на технике, да, имеется в виду? Да, и мото, и джип, и как бы то машина не готовилась, но это совершенно не то Вот, честно, спасибо Какая из моделей вообще больше всего заехала? Вот маленькая, средняя или самая большая? Ну, я бы, наверное, я теряюсь сказать И маленькая, и средняя, вот А большая чем не понравилась? Управление, динамика, скорость То есть, ну, тебе охота немножко драйва где-то и так далее, да? Там сильно, так сказать, по-стариковски Да, и там по лесу проблема ехать То есть, она нужна как-то для... Ну, все три модели, ты считаешь, они имеют место быть? Конечно Просто техника обалденная И кто ее придумал, тому памятник Понял, Дим Спасибо Дэн, ну а ты что скажешь? Ты уже такой опытный, бывалый, хоросомахер Впечатления Да, ты сегодня, кстати, первый раз катался на экстрим плюсе Да То есть, если ты на маленьких и на экстримах уже ездил Впечатления совсем новые Совсем новые, да? Различия тоже очень большие И в управлении И как бы даже по плавучести тоже разница большая То есть, сразу ощущается, да? Ощущается очень сильно Ну и вот так вот, на твой взгляд Какую бы ты лично себе взял под свои задачи какие-то? Ну, под свои задачи я бы взял бы экстрим Средние, да? Да, средние, он более устойчивее, в управлении хорош А что не понравилось вот в большом или наоборот понравилось? Управление Управление, то есть? Управление Понравилось то, что он на воде выше стоит Угу У него есть еще... Водоизмещение выше Водоизмещение выше, запас есть Угу Ну, то есть... Ну, как бы на вкус и цвет товарища нет Ну, в основном, это как бы для тебя тяжелая управляемость такая, да? Да, тяжелая Понял Понял тебя Все, спасибо, Дан, большое тоже Тебе спасибо Друзья, ну и хотелось бы сказать тем людям, которые не подписаны еще на мой YouTube канал И подписывайтесь обязательно на наш Instagram Вот здесь вот будет И вот здесь вот будет второй еще Instagram Хотелось рассказать, хотите ли вы Или хотели бы вы, если поучаствовать вот в таких же покатушках На наших вездеходах Росомаха На разных моделях У вас есть такая возможность Подписывайтесь на канал Пишите свои комментарии Участвуйте В ближайшем будущем у нас на канале произойдет розыгрыш И один из вас, счастливчик Поедет с нами В увлекательное, болотное какое-нибудь путешествие И почувствует на себе вообще этот кайф от управления вездеходом Росомаха Всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok